Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский Дом. Рельсовой войной назвали журналисты происходящей акцией протеста против экономической политики правительства России. Вообще-то на рельсы должен был лечь президент Ельцин, как он громогласно заявлял, если не выполнит обещанное. А вот легли шахтеры. Сегодня происходит то, что в конце концов и должно было произойти. Проводимый эксперимент над собственным народом по затаскиванию его в светлое капиталистическое будущее начал давать результаты. Первое это то, что русский народ начал с поразительной скоростью вымирать. Более полутора миллиона человек в год. А второе это сознание людьми гибельности предлагаемого пути. И то, с каким презрением к народу проводится эксперимент, с таким же презрением сегодня народ относится к существующей власти. Это же надо так доруководить страной, чтобы вызвать на улице не только шахтеров, рабочих, но и ученых, учителей, преподавателей, студентов. Слугой образования! Москва. Это происходило вчера, 20 мая. В рамках Всероссийской акции «Профсоюза работников образования и науки» в столице прошла крупномасштабная акция протеста преподавателей московских вузов и студентов. Вы спросите, почему люди вышли на улицу? Все по нашей жизни просто. Жить, работать, учиться стало не в моготу. Педагоги и студенты месяцами не получают зарплату и стипендию, а если получают, то она нищенская. Оборудования, инвентаря не хватает. Мало того, закрываются вузы, иные учебные заведения. Люди лишаются работы, а молодежь знаний. Вот почему они здесь. Их можно и нужно понять. Люди вышли и выступают против новой идеи федерального правительства реформировать высшую школу, против предполагаемой губительной приватизации вузов, за достойную и, главное, стабильную для себя зарплату и стипендию. У Дома правительства России состоялся основной митинг, а народ на него пребывал и пребывал. Хотя сегодня в отдельных средствах массовой информации можно было прочитать от иных и услышать, что всего две тысячи человек приняли участие в этой акции. Ну что я могу сказать по этому поводу? Видать, информаторы плохо учились. Либо учились в школе вообще не тому. Оттого-то у них и со счетом туго, и с памятью, да и с совестью молоды. А лично для меня количество участников роли не играет. Вопрос в другом. Людей, пришедших сюда, беспокоит не только образование и наука, но и что вообще происходит с нашей матушкой России. Признаюсь, в Москве еще тепло. Это в Кузбассе жарко. Там более недели бастуют обманутые голодные шахтеры члены их семей, требуя своего же, зарплаты. Так что в столице еще пока тепло. Ну и сюда, по традиции, в знак солидарности, приехали преподаватели и студенты из других регионов России. И все они едины в своих требованиях. Нет антинародной реформы образования. Бесплатное образование для всех. Требуем достойную зарплату и стипендию. Тогда, когда я ознакомился с концепцией Тихонова, о реформе высшего образования, то я не смог не приехать сюда. Потому что ситуация таковая. Из 12 вузов, допустим, у нас в Перми, хотят оставить 3-4. Это сокращение преподавательских кадров, сокращение студентов, это платные услуги, это сокращение стипендиального фонда. Вот против этого именно пермские вузы. Образование не есть товар. Это будущее, за которым мы должны стоять и бороться. Сейчас учиться невозможно. Я не говорю про стипендию, ну фиг с ней стипендии. Ну нельзя учиться. Сейчас на одну группу в 27 человек материалов нет совершенно. Нельзя так учиться. Какие специалисты? Где страна потом будет? Мы в первую очередь, конечно, россияне. И мы хотим принести пользу нашей стране. И мы считаем, что сделать это мы можем, только получив образование, высшее образование, которое является лучшим. Это уж действительно. Сколько ж можно разваливать? Когда созидать-то начнем? Реформы должны быть, это факт. Но они должны проходить и быть для народа, а не за счет народа. У правительства нет денег на выплату зарплаты, пенсии, пособий, стипендий. Но можно долго перечислять, на что нет денег. Вот еженедельник Подмосковья нашел три источника получения денег. Первое – это прекратить строительство новых и украшений уже имеющихся правительственных и президентских резиденций. Второе – опубликовать список предприятий, которые не платят своим рабочим, а в то же время имеют солидные счета в валюте в зарубежных банках. И третье – придать гласности знаменитый список владельцев собственности в иностранных банках, составленный в свое время солидной американской фирмой по заказу премьера Гайдара, уплатившего за эту работу немалые деньги. Но когда Гайдар увидел, какие фамилии там фигурируют, он этот список потерял. Я думаю, многие из вас назовут и другие источники получения денег для выплаты зарплаты. И если есть желание, напишите нам. Мы обязательно расскажем в передаче и опубликуем в журнале «Русский дом». А сейчас мы предлагаем вам мнение о происходящем в стране губернатора Санкт-Петербурга Владимира Анатольевича Яковлева. Ситуация сегодня очень сложная, очень тяжелая. И не случайно на Совете Федерации посмотрите, сколько вопросов рассматривали. Вопросы и горняков, вопросы и высшей школы, вопросы и выплаты заработной платы бюджетным организациям. И это не имеет значения, в каком это регионе. И когда мы говорим о «Русском доме» и о тех, кто любит Россию, вот как раз мы и говорим о них, о тех самых, кто готовит людей, детей наших, жить в новом 21 веке. Сегодня, завершая 20 век, столько накопилось проблем, которые приходится нам сегодня решать. И если в ближайшее время они не решены, решены не будут, то неизвестно, кто еще придет и ляжет на рыльце. Разве нельзя было предусмотреть, что в конце концов терпение людей на каком-то этапе будет кончаться? Вообще вы правильно говорите об этом. И сегодня столько возмущения было и на Совете Федерации. Ну сколько можно говорить об одном и том же вопросе? Сегодня это шахтеры, завтра это высшие школы, послезавтра это бюджетные организации, потом пенсионеры. И потом, решая вопрос с одной из категорий, а так до сих пор и было, правительство в пожарном порядке тушило костры. Посмотрите, решали вопрос по выплате пенсий. Ну и что дальше? Продавали предприятия, организации. И естественно, в такой спешке для того, чтобы решить вопрос, и возникали скандальные дела, которые рассматривались в последующем судебном порядке. То есть правительство должно выработать четкую политику, и сегодня твердо сказать, секвестирование бюджета это самое простое. Вот на 26% секвестируется бюджет. Спрашивается, кому надо было столько времени тратить, чтобы принимать бюджет, который еще до начала работы секвестируется. Это было и в прошлом году, это повторилось и в этом году. Почему мы все время наступаем на одни и те же грабли? Как вы думаете? Потому что нет политики у российского правительства. Нет четкой политики, каким образом и как выходить из той ситуации, в которую она взошла. И вот сиюминутная ситуация втягивает всех настолько и занимается только лишь текущими проблемами, текущими делами, перспектива совершенно уходит в сторону. Ну а если перспектива уходит в сторону у правительства, почему бы Совету Федерации не обратить внимание на стратегическое развитие России? Это действительно справедливый вопрос, но надо иметь в виду, что правительство работает на профессиональной и постоянной основе, так же как Государственная Дума, Совет Федерации принимает или отрицает закон. Тем не менее, мы говорим о том, что в правительстве должен быть орган, который будет непосредственно прямой заниматься и промышленностью, в том числе военной промышленностью. К сожалению, сегодня опять такого органа не существует. Это орган, который должен нести полную ответственность за состояние дел промышленности, в том числе и за реструктуризацию тех уже допущенных долгов, и за новые планы развития. Когда-то все равно этим придется заниматься. Мы предложили один из вариантов. Давайте то, что находится в государственной собственности, я имею в виду предприятие, давайте проведем эксперимент, по крайней мере в Санкт-Петербурге, и передадим их городу, чтобы город уже занимался. Мне пришлось 8 месяцев заразбираться с одним из предприятий, русский дизель. Мы видели, что руководство завода совершенно идет не в ту сторону, работники не получают заработную плату. Я дважды вмешивался из городского бюджета, оказывал поддержку заработной платы, а сменить руководителя и направить в нужное русло предприятие не представлялось просто возможным. И только в результате 8-месячной переписки с Минэкономики мы приняли это решение. Это казалось бы безрассудство, но на самом деле нужно принимать вот такие действенные меры. Сегодня мы подписали с Мингосимуществом соглашение о том, что городу передаются права управления, передвижения и использования той собственности, которая находится в городе. Такое соглашение подписано, и я надеюсь, что оно должно дать соответствующие результаты. Но в продолжении разговора о доходах и об экономической политике, я ведь все привожу как бы на примерах нашего города. Мы построили, выстроили бюджетную финансовую политику. Город получил кредитный рейтинг в прошлом году, сумел получить 300 миллионов долларов на реструктуризацию внутренних долгов в виде евробондов. И сегодня уже бюджет города выстроен по основным направлениям. Во-первых, это абсолютно зеркальный, прозрачный бюджет, сбалансирован бюджет и бюджет социально направлен. И как это получается? Потому что мы занимаемся доходной базой. Одной из частей ее является, я об этом уже не первый раз говорю, алкогольная тема. Но как можно было додуматься, отдать алкогольное производство и его реализацию в частные руки? Но всегда в России существовала так называемая монополька. Всегда за счет доходов от распродажи алкоголя, производства, наполнялся бюджет. До 30% он наполнялся. А сегодня? Минимум 4%. Так надо пересмотреть это положение. Мы рассмотрели на круглом столе. Мы рассматривали это на заседании Совета Федерации. Мы высказали эти предложения в адрес правительства. Как вы считаете, у нового правительства есть это представление? Судя по тому, как организуется новый состав правительства, каким образом создается структура управления, здесь уже начинают возникать какие-то сомнения. Потому что мы говорили, допустим, в области промышленной политики, должен быть специально создан орган промышленный, который бы курировал и который бы нес полноту ответственности за состояние всех дел. Я уже об этом говорил. Но в новом составе правительства этого не видно. Мы говорим о теме алкогольной. Был создан специально государственный комитет, который занимался алкоголем. Сегодня в новой структуре этого не видно. Поэтому либо это какое-то еще недопонимание, либо это начальный этап и корректировка возможна. По крайней мере, мы со своей стороны будем настаивать, чтобы решения Совета Федерации исполнялись. И не случайно сегодня было столько возмущений. Сколько же раз можно возвращаться, допустим, к одному и тому же вопросу о выплате? Ну сколько раз можно возвращаться? Как вы думаете, будут развиваться события у горняков? Я думаю, что события достигнут очень сильного накала. И правительство вынуждено будет принимать четкую программу. Программу освоения шахт, программу закрытия шахт, программу переезда излишней рабочей силы в другие регионы. Без этого сегодня не обойтись. То есть сегодня, на мой взгляд, правительство все-таки прячет голову в песок. Совет Федерации на стороне горняков? Конечно. Но такая же ситуация складывается, как я уже говорил, и с высшей школой. Такая же ситуация складывается и с бюджетными организациями. И поэтому в отрыве нельзя все это рассматривать. Необходимо как бы кардинально принимать решения. Я это не случайно сказал. Есть возможность у бюджета, и в рамках бюджета мы у себя в городе приняли ряд решений по повышению заработной платы, исполнению ряда законов. Но и здесь нам необходимо как бы более конкретно двигаться. Но не так, как иногда кто-то думает, и в том числе и в правительстве. Давайте все федеральные проблемы, вопросы перенесем на уровень региона, и легче станет федеральному правительству. Ничего подобного не станет. Можно все музеи передать в регионы, можно все театры передать в регионы. Но от этого количества средств не увеличивается. Только дополнительная нагрузка, дополнительная забота как бы региональному руководству. Однажды вы сказали такие красивые слова. Если Москва сердце, то Санкт-Петербург разум России. Вот объясните, пожалуйста. Это на самом деле так. Сердце надо понимать. Столица, оно всегда является центром. А разумом все-таки является северный город, столичный город. И весь его интеллектуальный уровень как раз об этом говорит. Вот во время наших крутых реформ Санкт-Петербург делегировал в Москву сердце целую плеяду разумных. Начиная с Собчака, Чубайса, Коха и так далее. Это были самые умные у вас в Санкт-Петербурге? Ну, слава богу, Собчака не делегировал на должности правительства. Зато его делегировали в Верховный Совет, как вы помните. Ну, был период, ведь периоды были разные. И если на первоначальном этапе, наверное, нужны были такие, как и Собчак, и Попов, и еще ряд людей. А вы думаете, нужны они были? Вы знаете, я думаю, что история все расставит на свои места. Но на каком-то этапе они красиво смотрелись. И на каком-то этапе они и красовались с одной стороны, и с другой стороны. Все-таки народу хотелось зрелищ. Вот эти зрелища все получили. Вот теперь наступил как бы новый этап. Новый этап уже более такого практического подхода к решению всех проблем. Зрелища-то у нас было предостаточно, но оказалось, что второй половины недостаточно. Хлеба не оказалось у большинства русских людей. И, к сожалению, этот период затянулся. Период затянулся, но по крайней мере, по крайней мере, значит, по Санкт-Петербургу, я могу сказать, что кое-чего мы достигли, кое-чего мы добились. И результаты сегодня по Санкт-Петербургу несколько отличаются от других регионов. Вот вы заявили, что пора возвращать долги нашей культуре. Как вы намерены это делать? Если говорим о культуре, то мы тоже не просто говорим. Полтора процента в бюджете закладывалось на культуру до как раз прошлого года. Мы поставили перед собой задачу не только созерцать и не только участвовать в праздных мероприятиях, а конкретно участвовать в развитии культурных объектов. Поэтому бюджет этого года мы уже заложили 3%. Бюджет 99-го года мы закладываем 4%. И не случайно мы подняли заработную плату на 50% с этого года работникам культуры. Мы сейчас поднимаем заработную плату и работникам, не обязательно тем, кто питается из городского бюджета, но и тем, кто работает в федеральных театрах для заслуженных артистов, для ведущих артистов, для тех, кто сегодня требует вот такого внимания и поддержки. Мы реставрируем, ремонтируем фасады. Вот записали сейчас программу на этот год, допустим, первый русский музей, Кунсткамеру. Кстати, вы довольны, как отметили столетие русского музея? Я доволен, честно говоря. Город, а в центры? Город, как город, просто доволен. Было очень много гостей. Самое главное, посмотрите, как мы подготовили русский музей, как он сегодня выглядит. Замечательные прошли праздники. Но с точки зрения федерального уровня для меня непонятно. Русский музей – один из самых крупнейших музеев России. И я считал, что на таких мероприятиях должны присутствовать люди самого высокого ранга. Это должно было стать общероссийское? Это должно быть общероссийское мероприятие. Вот давайте, совсем недавно, после реставрации, мы открыли музей Суворова. Самый крупный музей. Нет таких музеев. Ни одного руководителя российского государства, ни одного уровня не было. А ведь на входе в музей написано. В 1904 году участие в открытии музея принимал Николай II. Вот это уровень. И поэтому, когда мы говорим о культуре, мы должны прежде всего подумать, что такое культура, и соотнестись к размерам того, что происходит. Публичная библиотека. Сейчас в Санкт-Петербурге 27 мая открываются читальные залы публичной библиотеки, которая строилась очень долго. И впервые после войны в российской, в европейской части открывается государственная публичная библиотека. Я не знаю, кто приедет на открытие, но, по крайней мере, хотелось бы увидеть отношение к культуре самых высоких должностных лиц. И последний вопрос. Какие новости от бывшего мэра Собчака? Абсолютно никаких новостей. Его в Санкт-Петербурге нет. И изредка появляются статьи в разных изданиях. А так. Владимир Анатольевич, спасибо, что нашли время прийти к нам в Русский Дом. Русский Дом просто будет рад, если ваши все пожелания, желания и ваши труды осуществятся. Спасибо, приезжайте к нам. Спасибо. Вы, наверное, обратили внимание на тревожную мысль, которая прозвучала и в нашей программе, и в беседе. При наплевательском отношении к образованию, науке, культуре, какими же мы будем в 21 веке? Ведь есть очень страшные цифры. Только 5% выпускников школ сегодня являются практически здоровыми. 40% школьников хронически больны. Идет деградация молодых поколений России. Вместо акселерации наступила децелерация. То есть за последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых. Специалисты ЮНЕСКО оценили жизнеспособность России лишь в 1,4 балла при 5-бальной шкале. Это уровень, ниже которого начинается необратимая деградация страны. На этих детских рисунках изображены люди без рук, иногда без головы. На них много черного цвета, всяких пугающих символов, знаков, обилия крови, смертей, всевозможных монстров. И самое тревожное то, что эти рисунки для нашего времени обычные. Впрочем, что тут необычного? Ведь, как говорилось на конференции, посвященной проблемам здравоохранения в школе, идет агрессивное наступление окружающей среды на психическое и физическое здоровье школьников. Угручающая статистика детской смертности, роста заболеваний. Эти сведения приводились в докладе Игоря Михайловича Воронцова, одного из ведущих педиатров России. А итогом всего этого является существующий все последние годы демографический кризис. Демографический кризис, который просто свидетельствует о совершающейся депопуляции России. Мне один мальчишка прислал, правда это было года три назад, письмо. Владимир Иванович, я не хочу жить в этой стране. Мне стыдно жить. Я вообще не хочу жить. Вот вам и здоровье. Академик Владимир Иванович Купцов застрел внимание на отсутствие общей воспитательной идеи в школьном образовании, на недостатке любви к родине, большой и малой. По его словам, патриотизм это и есть здоровье. Но при всем неблагополучии современного образования есть и мощный учительский потенциал, и прекрасные школы, и положительный опыт, и методики, позволяющие оптимально разрешить в современных условиях ту же проблему здоровья школьников. Например, методики доктора Владимира Филипповича Пазарного. У этого метода своя трудная история и своя судьба. Но результаты, полученные в ряде школ Республики Коми, Сергиево-Пасадского района Московской области, впечатляют. Об этом же говорит опыт Московской школы-лаборатории номер 760, где проходила конференция. К концу школы не ухудшение, а улучшение зрения, физической осанки, других показателей. Вот ведь какой бесценный опыт. И при этом небольшие затраты на создание ряда элементов педагогического процесса. Зрительных полигонов, так называемых стадионов, классе, экологических панно, конторок. Это те эксперименты, которые естественны для детского организма, которые имеют проверенный опыт. Эксперименты не ради экспериментирования, а ради здоровья, осуществляемые под лозунгом «не навреди». Образование от слова «образ», которым мы ведем человека. Образа кого? Раньше было понятие образ Бога. Раньше было понятие строительного коммунистического общества. Сегодня образ, к какому мы ведем ребенка? Школа. Что такое школа? Школа, такая лестница. То, куда мы ведем ребенка, можно вести условно к образу Бога вверх, можно вести к образу падшего ангела вниз. К чему сегодняшняя школа строится? Так куда же идет наша школа? Куда направляют наших детей? И как им выбираться из порочного круга, закрученного псевдореформаторами? Вопросы, вопросы. Еще один учебный год заканчивается, но за порогом новый. Сегодня гость Русского дома Владимир Сергеевич Горячев, педагог, научный сотрудник Межрегионального фонда «Русская школа». Владимир Сергеевич, как Вы считаете, что происходит в нашем народном образовании? И можно ли сегодня 83% наших российских школ назвать русскими, если иметь в виду, что 83% населения России составляют русские люди? К сожалению, подавляющее большинство нынешних российских школ русскими назвать нельзя. Ибо те ценности, те идеалы, которые составляют ядро русской национальной культуры, из школы изгнаны и заменены так называемыми общечеловеческими ценностями, по сути западными, американскими. А русская история, русская культура, русский народ, к сожалению, в новых программах, которые вводятся, оплевываются, извращаются, фальсифицируются. Если отвечать на вопрос, что происходит в народном образовании, то я скажу одним словом, происходит катастрофа. Катастрофа, последствия которой мы даже не можем себе представить. В последние годы наше народное образование, некогда бывшее одним из лучших в мире, растеряло все свои преимущества. Это приоритетное финансирование, это единство и общая доступность школы, построенная на принципах социальной справедливости, это ясный и высокий идеал, то есть воспитание личности, патриота-гражданина, это, наконец, национальные составляющие содержания образования, которые были, и которые сейчас изгоняются. Сейчас в школах у нас процветает безудержное экспериментаторство над детьми, за результаты которого никто не отвечает, потому что оно не контролируется ни государством, ни родителями. Школа оказалась дезориентированной и беспомощной перед лицом современной жизни. Она не знает, правильно здесь было в сюжете сказано, что ей делать, кого, как, чему учить, какую личность воспитывать. И она просто-напросто перестала выполнять свою главную социальную функцию, быть той социальной скрепой, которая делает единым общество в его развитии, крепким государством. Вот этого школа, к сожалению, сейчас не делает. Вот сегодня у нас возрождаются такие типы учебных заведений, древолюционной России, как гимназии, лицеи. Многие энтузиасты их считают, что идеалами русской национальной школы. Так ли это? И можно ли сказать, что российская дореволюционная школа была истинно русской? Я думаю, что если бы она была истинно русской, то не произошло бы исторической катастрофы царской России в феврале 1917 года. К сожалению, дореволюционная российская школа русской не была. Это отмечали многие наши мыслители, отечественные и писатели. Об этом говорили и Ломоносов, и Пушкин, и Гоголь, и Пирогов, и Ушинский, и Розанов. Вот Розанов, например, незадолго до революции, в своей книге «Уединенная» сказал, что вот у всех народов есть мечта своей родины, они любят свою родину, трепетно любят. А только у окончившего русскую гимназию и университет в мозгу откладывается проклятая Россия. У нас слово «отечество» познается одновременно со словом «проклятие». А почему так получилось? Да потому что русские лицеи и гимназии имели своими прообразами западные образовательные модели. Но вот знаменитый царско-сельский лицей. Ведь он был создан при участии известного масона Спиранского. И в основу его идеологии был положен проект, опять же, масона-идеолога Великой Французской революции Кандарсе. А наши гимназии в разные эпохи примеряли то французские, то русские, то австрийские одежды. Ну и результаты не замедлили сказаться. Кстати, вот сейчас те, кто пытается копировать дореволюционные учебные заведения, они идут по тупиковому пути. Это та же самая педагогическая гидропоника, это та же самая беспочвенная школа. Нельзя копировать образ школы 100-летней давности. Перед нами сейчас другие задачи стоят, и мы должны соответствовать этим задачам. Поэтому и школа должна быть другой. Какой должна быть, на ваш взгляд, тогда русская национальная школа? Можете ли вы набросать, ну, конечно, так, ее эскиз, такие основные черты, идеи, принципы? Я понял. Но сначала я хочу сказать о той опасности, которая подстерегает педагогов и организаторов, строящих русскую национальную школу. Есть опасность пойти по самому простому легкому пути. Я этот путь называю культурологический или этнографический. То есть воспроизведение неких внешних атрибутов русской культуры без уяснения, без усвоения ее живого духа. Это путь, так сказать, национальную резервацию. А образ русской школы, грядущей русской школы, он должен определяться теми задачами, даже сверхзадачами, которые перед нами стоят. А задачи эти грандиозны. И, на первый взгляд, они даже кажутся нам сегодня не по силам. Нам предстоит в самые кратчайшие сроки преодолеть разгром Отечества, восстановить его в новой силе и славе. Нам нужно создать на просторах России принципиально новую цивилизацию, которая превосходила бы не только пресловутую американскую и все ее маразматической масс-культурой, но и великую советскую цивилизацию в лучшие годы, так сказать, ее расцвета. Мы должны разрешить многие экологические, экономические, политические проблемы и показать путь другим народам и государствам для решения этих проблем. Сейчас, как и сто лет назад, на нас другие народы смотрят и ждут, как говорил Достоевский, что Россия сама спасется и других спасет. Так вот, русская школа должна быть и храмом, и мастерской русской культуры, и полем битвы за нее. Это должна быть не школа с педагогикой сотрудничества, это должна быть школа с педагогикой наставничества, это должна быть не школа радости, как об этом сейчас поют нам разные педагогические словечки, это должна быть школа самосозидания, самодисциплины, творческого труда. Вот примерно такой должна быть русская школа. И она обязательно должна исповедовать идеологию не выживания, а победы, потому что идеология выживания – это тупик для великого народа. Скажите, а вот можно ли нынешний, сегодняшний вот эти вот антинациональные школы, антинародное образование сделать именно национальным, народным? Знаете, можно. Можно, и у нас для этого есть все необходимое. Даже при антинациональном правительстве это сделать можно. У нас есть наработки, ну, в педагогических технологиях мы на десятки лет опередили Запад. Вот, скажем, здравоохранительные технологии Владимира Филипповича Базарного, дающие потрясающие результаты. Теория и практика воспитания творческой личности Игоря Волкова. Ну, знаменитый опыт семейного воспитания супругов Никитина, который, к сожалению, применяется в Японии, но не у нас. Нам не хватает, у нас есть все необходимое, нам не хватает только единства идейного и организационного. Мы разобщены, разобщены педагоги, разобщены родители. И здесь уже задача перед нашими патриотическими организациями, перед нашими оппозиционными лидерами, которые, к сожалению, не работают в среде педагогов, не работают, не понимают ли они приоритетности образования не только в период нормального развития общества, но и, я думаю, в период политической борьбы. Вот ваш фонд «Русская школа» может помочь в этом? Конечно, может. Мы как раз и занимаемся тем, что разрабатываем и идеологию, и философию русского образования, и национальную доктрину национального образования в России, программы для русских школ, модели русских школ национальных различного типа, различного уровня. И мы готовы сотрудничать со всеми, кто еще любит Россию, и кто хочет сделать русские школы по-настоящему русские. Ну что ж, спасибо, Владимир Сергеевич, за то, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. А я хочу закончить нашу беседу словами замечательного русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников. Здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины. В Москве появилась еще одна святыня – храм преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. По благословению патриарха московского и всея Руси Алексия II осветить храм прибыло духовенство Свято-Данилова монастыря, во главе с его наместником Архимандритом Алексеем. В эту небольшую домовую церковь теперь будут приходить дети, многие из которых однажды приступили некую невидимую черту – черту между добром и злом. И сейчас все они обитатели дома с казенно-холодным названием – Центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей при ГУВД города Москвы. Это самый крупный центр такого рода не только в России, но и в СНГ. В 1997 году здесь побывало свыше 6 тысяч детей от 3 до 18 лет. Среди них из Московской области свыше полутора тысяч. Попадают они сюда разными путями. Мало того, что они просто оставили свою семью и пошли искать приключения, многие из них для того, чтобы заработать деньги, а некоторые совершить какое-то правонарушение, а иногда и преступление. Есть здесь дети заблудившиеся, дети, оставшиеся без попечения родителей. Но в основном это подростки, убежавшие из родного дома. Все они почти 100% конечно изломанные какой-то судьбой приходят. Когда начинаем выяснять откуда и почему он все же уходит из дома, как правило, это пьющие папа, мама или просто мама. Те, которые жестоко относятся к детям, поэтому они и бегут. У меня нет ни мамы, ни отца. Я отказался отчиму. Скажи, пожалуйста, как ты сюда попала? Я ограбила 4 палатки. Ну как не ограбила, я стояла рядом. В храме лица ребят светлели, становились серьезнее. Почти все, кто пришел в этот день на освящение, готовились к исповеди. Многие впервые в жизни. У тебя грехи три? Есть. Много? Много еще. Я сама пошла на это, чтобы исповедоваться. Я так считаю, что мне надо. Дети, попавшие в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, находятся под постоянной опекой Свято-Данилова монастыря. А теперь они обрели свой храм. Северный Кавказ. День не проходит, чтобы мы не получали тревожные известия с Северного Кавказа. Сегодня, как вы уже, наверное, знаете, боевики, а их около 5000, захватили здание правительства в Махачкале, в Дагестане. Над домом правительства вместо российского трехцветного флага появился зеленый исламский. Некоторые специалисты считают, что на Кавказе могут вспыхнуть военные действия. Мы с нашим постоянным политическим обозревателем Николаем Сергеевичем Леоновым вернемся к этой теме. И сейчас наш специальный репортаж с границей с Чечней. Станица Голюгаевская находится на административной границе с Чечней. Некогда богатое и зажиточное село разорено. Коренные жители покидают его, не чувствуя себя защищенными даже в пределах Ставропольского края. Еще в начале 90-х годов овец здесь насчитывали до 50 тысяч. Теперь осталось 800. Огромный урон хозяйству нанес ввод федеральных войск в Чечню. Не меньший и их вывод. Поля были все изрезаны. Урожайность получилась вместо 40 центнеров, получили 80 центнеров. То есть мы залезли в кабалу. В результате этого рассчитываться за солярку, за все остальное, надо было чем-то. Значит, выгнали, скотом рассчитали. Довершили дело беспрерывные угоны поголовья в сторону Чечни. Теперь, когда скотины почти не осталось, похищают за выкуп людей, воруют технику. Последний случай с угоном автобуса и трактор, работавших в поле, произошел за два дня до нашего приезда. Колхозники рады, что хоть сами в живых остались. У нас был этот тракторист, обозин. Убили ночью, посадку закинули, трактор угнали. Стволин Степан, под Сидеревкой, там тоже наш станишник. Убили, трактор угнали. Вот такая вся Петрушка. В Ставропольском крае принят закон о создании отрядов самообороны. Но МВД России оружие им не выдает. Наоборот, у станишников отбирают даже простые дробовики. Глава приграничного Курского района настойчиво требовал, чтобы ему хотя бы выдали пистолет. Наконец, Голода на разрешение. Но для этого в Москву надо перечислить 8,5 тысяч рублей. Мы ни в коей мере не имеем в виду, что эти отряды самообороны будут ходить все время под ружьем и с автоматами. Речь идет совершенно о другом. В каждом населенном пункте приграничном формируется такой отряд самообороны. Строится арсенал, где хранится оружие. Только в случае необходимости они получат оружие и будут нести службу. Но этого вопроса никаким образом решить было невозможно. На 114 километрах Ставропольской границы с Чеченской республикой выставлено 7 российских блокпостов. Они и призваны закрывать ее от возможного проникновения в бандформирование. Сделать это они, естественно, не в состоянии. Зато 27 постов МВД вытянулись по трассе до Ставрополя. Пока станичники довезут свою продукцию до краевого центра, сумма поборов может превысить прибыль от возможной продажи. Особенно усердствовали в этом промысле питерские омоновцы. Казаки хотят сами защищать свою землю, а не передоверять ее временщикам. А пока зарастают травой дороги, ведущие к Тереку, исторически отделяющего Чечню от казачьих земель. В этих местах опасно ходить без оружия. Вечером жизнь станицы замирает, зато на другой стороне она разливается, как на Бродвее. Вот уже 5 лет Чечня не платит за газ и свет, который исправно получает из России. А в Галюгаевской не выдают зарплату уже более полугода, поэтому многие сидят без света, не имея средств его оплатить. Колхозники снова, как и 60 лет назад, перешли на трудодни, работают за палочки. Одна надежда на будущий урожай. Хотя какой там урожай, если лукоил сужает каждый литр солярки за 4,5 килограмма зерна? А если засуха? А если Чеченец подпалит пшеничное поле? А такие угрозы уже были. Когда этот автобус угоняли, они сказали, что Чеченец, мы, говорит, у вас урожай сожгем. Что же тогда делать нам? Придут оттуда, сожгут и до свидания. И все без хлеба остались. Загореться может не только пшеница. Если российское правительство не защитит русское население, может вспыхнуть весь Северный Кавказ, окончательно убедившийся в том, что это правительство не сможет защитить уже никого. Николай Сергеевич, ну вот то, что мы неоднократно о чем говорили в русском доме, все-таки сбылось. В Дагестане произошел, давайте так назовем, мятеж. И вот объясните, смотрите, казаки, живущие рядом, не могут получить оружие. Даже охотничьи оружие у них отобрали. Здесь в несколько часов 5 тысяч вооруженных людей собралось на площади, захватили дом правительства. Как это вы можете объяснить? Легко объяснить. Это можно объяснить только одним. Полным попустительством со стороны российских властей. Полной бездеятельностью и безответственностью в деле сохранения территориальной целостности государства. Ведь мы уже не один раз говорили, что ближайшей жертвой чеченцев будет Дагестан. Что Чечня рвется к Каспийскому морю. Нарастали без конца акты терроризма. Вы посмотрите, были нападения на воинскую часть. Были нападения на колонны пограничников. Бесконечные жертвы несет наши вооруженные части, дислоцированные в Дагестане. И теперь вот вспыхнул, вы абсолютно точно дали характеристику. Я не знаю, что будут говорить наши власти. Но речь идет о вооруженном мятеже с целью захвата власти. Никакой другой интерпретации событий в Махачкале не заслуживает с точки зрения здравого смысла. Можно лишь сказать, что сегодня у нас президент центральной власти не контролирует события, происходящие в России на Северном Кавказе. Конечно, не контролирует. Вы посмотрите, вот сегодняшний день. Идут информационные программы. На них не выступил с информацией к россиянам, как любят говорить, к русскому народу, ни один представитель правительства. Говорят что-то в спикеры палат. Причем видно, что они растеряны. Они не обладают никакой информацией о том, что происходит там на месте. А правительство хранит гробовое молчание. Ведь раньше было бы нормально, чтобы министерство внутренних дел выступило бы с информационной сводкой, что происходит в этом городе, в этой республике. Объяснило бы свои шаги, которые оно предпринимает для того, чтобы нормализовать ситуацию. Ведь этого же ничего нет. Это говорит о том, что правительство находится в состоянии шока, не знает, что происходит, не может дать ни квалификационной оценки. И, естественно, не имеет никаких планов о том, что делать. Обратите внимание, что ведутся переговоры сейчас в Дагестане, там в Махачкале, но в них не участвует ни один представитель центрального российского правительства. Как будто мы уже от Дагестана отказались. Ведут переговоры прямо мятежники, захватившие здание, и ведет переговоры местное правительство Дагестана. Россия уже не присутствует там. Это тяжелейшая ситуация, которая говорит именно о глубоком коллапсе государственной российской власти в этом регионе. Ну вот, бывший вице-премьер правительства России Рамазан Абдулатипов считает, что сегодняшние события в Дагестане – это одна из форм социального недовольства. Нет, никогда социальное недовольство, во-первых, не выливается в таких формах. Потому что то, что происходит, если судить по событиям, приходящим из Махачкалы, речь идет о крупном вооруженном выступлении. Центральная площадь города Ленина занята бушующей толпой в 10 тысяч человек. На площадь все время прибывают автомашины, причем автомашины всей иностранного производства, в основном джипы. Более трех десятков вот сейчас прибыл. Они набиты вооруженными людьми, причем из окон автомашин торчат гранатометы – типичное оружие чеченцев. Мы знаем, что на крыше здания вот этого госсовета сейчас находятся уже вооруженные люди, которые время от времени палят в воздух, кричат «Аллах Акбар!» И вы правильно сказали, что поднимают уже, так сказать, знамя… Зеленый знамя ислама. Зеленый знамя ислама, да. То есть речь идет совершенно очевидно не о социальном взрыве, а речь идет о захвате власти. И, кстати говоря, на площади и высказываются именно эти требования. Не знаю, как уж боязливо наши средства массовой информации подают эти вещи, но речь идет о том, что они требуют отставки нынешнего правительства Дагестана, смены всех властей и проведения досрочных президентских выборов в Дагестане. Вот они надеются на то, что представитель тех сил, которые ныне являются явно не пророссийскими, победит на этих выборах, и тогда будем повторять то, что мы уже прошли с вами с Чечнёй. Ну что ж, если вернемся от Дагестана на Сибирь, в Ростов, к Шахтерам, что вы скажете? Дело в том, что, Александр Николаевич, ситуация сейчас в России, мне кажется, входит в иной совершенно качественный порядок. Если раньше мы все время с вами здесь говорили, в Русском доме, о том, что в стране бушует тяжелый социально-экономический кризис, то сейчас мы должны с вами, положа руку на сердце, сказать, что в России начинается глубокий государственный кризис, институционный кризис. Все структуры государства российского за последние 7 лет показали свою неспособность не управлять государством, не справиться с теми кризисными явлениями, которые 7 лет душат нас с вами. Посмотрите, даже мелкий скандал, опереточный, который недавно произошел в администрации, собственно, президента, с отставкой Бородина, главного завхоза президента, отставку, которая, так сказать, была спровоцирована кем-то из приближенных из администрации президента, о чем президент даже и не знал сам, показывает меру безответственности и неконтролируемости ситуации даже в ближайшем окружении. А то, что происходит сейчас в нашем правительстве, два месяца длился кризис. И только вчера или позавчера президент только пожал руку новому кабинету. Это такое положение, конечно, свидетельствует о тяжелейшем кризисном состоянии. То, что происходит между властью исполнительной и законодательной в Совете Федерации и в Думе, сейчас говорит о том, что, конечно, государство входит в стадию кризиса. Начинается процедура импичмента. Бастующие горняки требуют отставки президента. Кемеровское законодательное собрание официально потребовало отставки президента. То есть речь идет о том, что Россия поняла, что дальше она уже выжить при этих условиях не сможет. Вот такой тревожный факт. Создаются рабочие дружины из металлургов, железнодорожников для разблокирования железнодорожных путей. Как вы к этому относитесь? Вы понимаете, я вот слушал Немцова, когда он выступал по вопросам, как решать эту ситуацию. И видно в его речах растерянность, потому что она, гамма, мер, которые он предлагает, она колеблется от угрозы репрессий в отношении них до готовности сразу же послать им наличные деньги и успокоить тем самым. Конечно, все усилия сейчас власти исполнительной будут направлены на то, чтобы, во-первых, дискредитировать средства массовой информации движения. Безусловно. Второе. Это вызвать разногласия между различными отрядами трудящихся. Металлурги, энергетики, железнодорожники, шахтеры. Стравить их. Это самое, так сказать, ходовое и уже давно известное дело. Но все равно, что сегодня одному плохо завтра будет и так по цепочке. И, конечно, и на часть людей, конечно, подействуют вот это срочно изысканные миллионы, которые сейчас, значит, вот в пешном порядке переводятся вот в районы. То есть, тут будет и кнут, и пряник, и одновременно, значит, вот раздувание разногласий между различными отрядами бастующих. Вы помните, как Ельцин говорил, мы больше не будем брать взаймы. И снова полезли в долг. Ведь живем-то мы в долг, чем платить-то нечем, поэтому и зарплату платить нечем. Конечно, основные массы, капиталы и богатства России уже откачаны на Запад. Конечно, откачаны. И то, что нынешнее наше правительство делает вид, что оно вот купирует те негативные процессы, которые развиваются вокруг рубля, все время, значит, балансирует теми процентами, которые Центральный банк объявляет по рефинансированию и так далее. Все это пластыри, кладущиеся на экзему, которую не излечишь этими пластырями. Конечно, больная экономика даст больные финансы. Николай Сергеевич, вот вы знаете, к нам в редакцию в последние дни поступают письма с заявлением по поводу террористического акта взрыва синагоги Любавишских хасидов в Марьиной Роще. Мы получили заявление от православно-патриотической общественности, Центрального казачьего войска, Кубанского казачьего войска, Союза Российского общенародного союза, Межрегионального общественного движения в защиту православной нравственности писателей. Можно долго и перечислять. В общем, в них говорится, что еще не было начато расследование, но уже из уст потерпевших был произнесен приговор. Это совершили православные. Обвинение не обошлось, конечно, уже без набивших оскомину жалоб на антисемитизм, шовинизм и так далее. И вот православные люди в своих письмах заявляют решительный протест и расценивают происшедшее как провокацию прасянистских сил с целью разжигания межнациональной вражды и усиления без того высокой напряженности в обществе. И вот, Николай Сергеевич, прежде чем вы скажете свое мнение, я хочу вам показать один любопытный сюжет. Зловещее знамение времени. Над священными храмами различных конфессий клубится черный дым. В ночь на 14 мая была взорвана синагога любавических хасидов в Мариной роще в Москве. Этот факт уже известен. Средства массовой информации, склонные поговорить о так называемом русском фашизме, еще до начала расследования и совершенно голословно обвинили в теракте русские патриотические организации и православную церковь. При этом, обвинители русского фашизма почему-то не обратили внимания на такое странное стечение обстоятельств. В сообщении агентства ИТАРТАС, датированном все тем же 14 мая, говорится о событии, происшедшем в Иерусалиме, а именно о поджоге знаменитой мечети Аль-Акса. Стоит она на месте иудейского храма царя Соломона. Предполагается, говорится в заметке, что преступление совершено иудейскими радикалами. К слову сказать, за 20 лет оккупации Восточного Иерусалима израильские экстремисты свыше 100 раз совершали нападение на одну из главных святынь Ислама. Так где же источник огня, от которого идет этот страшный черный дым? Александр Николаевич, вот если посмотреть на историю государства российского, то легко любому непредубежденному человеку увидеть, что православие и православные никогда не становились на точку зрения нетерпимости к другим верованиям, а уж тем более к каким-то террористическим актам склонялись. Если мы возьмем все ветви христианства, то посмотрите, католики жесточайшим образом расправлялись со всеми инакомыслящими. Ведь это у них была Барфоломеевская ночь, они создали институт инквизиции. Я работал в Латинской Америке, знаю, как они истребляли мечом и огнем всех представителей других верований и язычников. Скажем, протестанты в Соединенных Штатах вообще искоренили местное население. Россия распространяла свое влияние на огромное пространство, и мы сохранили везде и духовное наследство коренных народов, и их духовных отцов, авторитетов, так что православие никогда в этом замечено не было. Другое дело, что поведение отдельных сионистских лидеров создает крупное, так сказать, возражение со стороны людей, которых мы относим к маргиналам, к людям к люмпину. Они могут пойти на крайние меры, но к православию это никакого отношения не имеет. Ну что ж, христианство, да, это религия мира и любви, а не вражды и ненависти. И об этом ярко говорит фестиваль православных фильмов, проходящий сейчас в Москве, о котором, к сожалению, а может быть и по умыслу, не рассказывают многомиллионные средства массовой информации. Вот уже пятый год в Москве собирается форум православных тележурналистов. На этот раз его тема – «Православие на телевидении на пороге 21 века». Организаторы фестиваля – Институт повышения квалификации работников телевидения, «Общество Радонеж», «Издательский совет Московской патриархии» ставят своей целью помочь журналистам наиболее полно и ясно раскрывать духовную тематику на экране. О чем они снимают свое телекино? О людях святых, о том, как люди восстанавливают храмы, о том, как православие помогает преображать человеческие души в колониях, в детских домах, в умирающей деревне, среди детей, оторванных ныне и от семьи, и от общества, и от духовных корней. И, конечно, дело, которое они делают, великое. И здесь, в Москве, происходит собирание этих сил. В конкурсных программах представлено более ста работ телекомпаний со всех регионов России от Владивостока и Калининграда, Казани и Вологды. Зрители у нас свои есть, откликов много. В общем, у нас своя аудитория. Мы прошли уже довольно большой путь и телевидение, и наши зрители. Если вы говорите о зрителях верующих, многие из них смотрят уже наши программы, и когда мы снимаем, они спрашивают, а когда будет программа? Благодарю вас Господь, предупредите, мы обязательно посмотрим. То есть люди этого уже ждут. В рамках фестиваля проходят встречи с ведущими специалистами в области религии и телевидения. В этот день перед телевизионщиками выступил Александр Дворкин, профессор православного университета. Тема – секта и средства массовой информации. Семинар – это прежде всего учеба, чтобы не останавливаться на достигнутом. Общение, позволяющее узнать, как оценивают духовную атмосферу в обществе коллеги, с которыми теперь не так-то просто встретятся. Это единение наше, единение, не разделение вот такое вот по углам, а единение в любви, в радости, и к Богу, и друг к другу. И поэтому, когда мы сюда съезжаемся со всех концов России, знаете, когда сейчас из Хабаровска, вот ребята говорят, три с половиной миллиона, только в один конец у них билеты. То есть сколько им пришлось набрать денег, походить с протянутой рукой для того, чтобы сюда приехать. Фестиваль под девизом «За духовное просвещение Отечества» продолжает свою работу. 22 мая 1856 года Павел Третьяков приобрел у художника Шильдера картину «Искушение». По собственному свидетельству Павла Михайловича, именно она положила начало его знаменитой галереи. «Не появись Павла Михайловича Третьякова, не отдайся он всецело большой идее, не начни собирать воедино русское искусство, быть может, и не знали бы мы всех тех больших и малых картин, кои сегодня украшают знаменитую Третьяковскую галерею. Тогда, в те далекие годы, это был подвиг», – писал о той поре художник Нестеров. 24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов. «Великие реки начинаются спокойно, даже как будто узеньким ручейком, и потом вдруг разом, за какой-нибудь излучиной, раскрываются перед взором всей ширью водяного поля. Вот так за первыми донскими рассказами открылся миру эпический тихий дон», – писал о творчестве Шолохова Анатолий Сафронов. «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждать любовь к человеку, активно бороться за идеалы гуманизма», – писал сам Михаил Александрович. 25 мая 1911 года скончался Василий Ключевский, знаменитый русский историк, академик. Его труды стали первой серьезной попыткой проблемного подхода к русской истории. Отличительной особенностью трудов Василия Осиповича были легкость и образность изложения предмета, умение художественно воспринимать исторические источники. Неслучайно его лекции в Московском университете всегда были полны слушателями, которым Ключевский помог искренне полюбить русскую историю. 27 мая 1606 года в Москве произошло восстание, в результате которого был внезложенный казнен, назвавшийся Дмитрием Григорий Отрепьев. Труп Лжедмитрия I сожгли, пепел зарядили в пушку и выстрелили в сторону Запада, откуда, собственно, и явился искатель московского трона. 27 мая 1703 года по указу Петра I в Устье Невы была заложена крепость в Санкт-Петербург. Этот день считается датой основания Санкт-Петербурга, а к нам в Европу. Сам Петр непосредственно принимал участие в строительстве города. По свидетельству современников, однажды во время возведения Санкт-Петербурга царь сказал такие слова. «Никому из нас, братцы, и во сне не снилось лет 30 тому назад, что мы будем здесь плотничать, воздвигнем город, доживем до того, что увидим и русских храбрых солдат и матросов, и множество своих сынов, воротившихся из чужих краев смышленными, доживем до того, что меня и вас будут уважать чужие государи. Будем надеяться, что, может быть, на нашем веку мы вознесем русское имя на высшую ступень славы». 22 мая православный празднует перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. Он совершил столько чудес, помог стольким несчастным, так ревностно отстаивал православие, борясь с Ересью, что стал одним из самых любимых святых у христиан. Завтра большой праздник устраивают и жители подмосковного города Можайска, история которого неразрывно связана со святителем и чудотворцем Николаем. Никола Можайский, Особо почитаемая русская святыня. Призной образ XIV века святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Русский народ полюбил святителя Николая, небесного покровителя сирых и убогих, защитника православной веры и Отечества нашего. Верните святыню верующим. Итак, завтра Николин день. Воскресенье день равноапостольных Кирилла и Мефодия. С наступающими вас праздниками. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова